20 марта в этой библиотеке, 15.30, будет презентация моей новой книги, второй книги стихов, я узнаю про это по строке. Я всех от души предложаю, всех буду рада видеть. Если кто-то придет на лету, то там остается полтора часа до концерта, можно ко мне пойти домой, перекусить, чай принять. Где? Здесь. Где, по сколько, да? 15.30, 20 марта. Значит, перед этим мы Лену Фельдштейн вот так вот поздравляли, когда ее книги, так сказать, вышла. Забываю. А теперь вот Уиннес. Ну вот, как бы, называется, у каждого, если что. Тогда, если позвольте, я тогда перейду к другим делам. Значит, друзья, значит, пока я надеюсь, что до лета мы по-прежнему два раза в месяц будем проводить наше лето. Каждый раз мы будем давать тему на следующую. Тема у нас сегодня была «Жизнь». Значит, следующий раз у нас тема, на следующую нашу встречу, называется «Вечность». Когда у нас следующая встреча? 6 плюс 14, 20. 20. Тема «Вечность». И я сразу опережаю, через раз, то есть еще через две недели, у нас тема будет для сочинения «Судьба». Как? «Судьба». У меня получилось как? Я когда это все сочинял, жизнь мне пришла в голову когда-то очень давно, а потом я сначала думал, ну если жизнь, то есть смерть, но смерть это как-то не очень хорошо, поэтому вместо смерти я написал «Вечность», как противоположность. Вот так вот. Вопрос, чем жизнь отличается от судьбы? От чем? Жизнь от судьбы чем отличается? А вот это мне все расскажешь, и нам все расскажешь. Вот, это раз. Второе. Значит, давно хотел, коллеги, вам сообщить, но давно не встречались, поэтому я назову вам несколько имен, которые для меня, ну как поэтов, естественно, которые для меня крайне важны, я назову вам сначала неживущих, а потом живущих. Неживущих можно даже слушать. Начнем с тех, кого нет. Вот, значит, есть такой, был такой Леонид Губанов, он очень много публиковался, он очень известный человек, я периодически вижу его и читаю в Фейсбуке, он был одним из, была вот, как же это называлось, Московская, Московская, в 60-е годы там Московская, не помнишь? Там все были знаменитые, в общем, была группа поэтов, все были жутко знаменитые тогда, да, благополучно все умерли, практически почти все, и вот он, конечно, тогда при Советском Союзе он не публиковался, но сейчас он издается довольно много, вот рекомендую. Второе. Тоже умер достаточно давно, достаточно молодым, Александр Сопровский. Кстати, у него есть великая вдова поэтесса Татьяна Полетаева, я тоже в Фейсбуке с ней дружу, как с поэтом. Вот, Александр Сопровский умер очень молодым, но прекрасные были у него стихи, книг, естественно, не было, может быть, какие-то журналы, что-то и было, но я не уверен. Но он много, как в электронном виде, очень много публиковался, и, что называется, уже рекомендовал. Значит, и из тех, кто теперь не живет, а был, я неоднократно на лето о нашем говорил, поэтому очередной раз я повторю, был такой Дмитрий Клиновский. Это у него псевдоним, он родом из СССР. Когда была война, он уехал вместе с отцом своим, другая была фамилия, он уехал в Германию, и он прожил довольно много лет, и вот он писал стихи, в общем, про всю свою жизнь. Потрясающий поэт, из тех, кого, к сожалению, нет, он, может быть, номер один. У нас была уже, не в советское время, а в России, была издана вот толстенная его тогда книга, у меня ее похитили, я кому-то дал почитать, и она, так сказать, исчезла. А у меня есть. Ну, в сборниках он, так сказать, вот как бы есть. Мы, ведь тогда, ты помнишь, тогда, Лен, мы с тобой на Литово, неоднократно им запоминались. Да, да. Вот, теперь о тех, кто живет. Я называю вам свой подбор трех поэтов. По порядку, в каком порядке, кто главнее, кто чуть менее главнее на полпроцента. Значит, есть такой живой пока Бахрет Кенжеев, по образованию из МГУ химик, живел, жил в Канаде долго, сейчас он давно уже живет в Штатах, но периодически он приезжает в Москву, именно в Москву. И вот даже есть куча фотографий, где мы вместе на его, ну не вечерах, а днях, в Подмосковье, так сказать, там развлекаемся. Очень серьезный человек. Из тех, кто живой, русских поэтов, по национальности он, очевидно, еврей, но вот по сути работы русский поэт, он, может быть, вот для меня, вот он много сильнее. Второй товарищ Бершин, он называется Фима, на самом деле он Ефим Бершин, вот в Фейсбуке он как Ефим Бершин. Он очень давно издается, вот когда у меня вышло мое первое роскошное издание в журнале «Континент», его был номер 101, 99-й год. Вот он был там первым поэтом, а я был в порядке, так сказать, не первым поэтом. Вот мы вместе, так сказать, вывезли в это дело. Человек очень непростой, он, как и я, православный еврей. Вот он не один такой, и я не один такой. Вот, и, ну, пардон, еще Борис Пастернак такой же, но вот так случалось. И, значит, он почти каждый день выкладывает в Фейсбуке очень хорошие стихи. Дружить с ним можно, у него не пять тысяч, с ним можно подружиться. И последнее, вы, наверное, слышали эту фамилию, хотя, может быть, вы слышали и про него, и его сына, актера. Значит, есть такая фамилия Ганглевский. Есть поэт и издатель Сергей, он один из руководителей иностранной ритерации, давно уже, кстати. Вот, и он публикуется и как поэт, и как писатель. И у него потрясающий актер, сын Георгий, извините, Гриша Ганглевский. Мы тоже с ним периодически встречались и дружили. Вот, это вот три основных, так сказать, как бы поэта. Хотя я грешным делом когда-то вечером Бершина сказал, что, ребята, вот Кенжеев первый, вы второй, говорю я ему, а я, простите, третий. Но вот не для него лично я говорю, что, конечно, вот третий Ганглевский, а я там уже как бы... Вот, друзья мои, вот такие вот как бы дела. Так, значит, про темы я вам сказал в следующий раз. Жизнь, потом вечность, еще через раз судьба. И теперь мы начинаем как обычно. Значит, по стандарту мы с вами... Тема у нас сегодня была жизнь. До темы мы дойдем. Значит, у нас первая половина... Нас немного, ребят, так что можно не один-два стиха, а практически кто сколько хочет. Вот так проходим. Вы первый, я последний. А дальше идем. Окей? Разминка. Разминка. Не на тем. А? Не на тем. Не на тем. Что? Так. Не на тем. Не на тем.